Здравствуйте, уважаемые телезрители! Традиционно один раз в три месяца в нашу студию приходит глава города Эскитима Сергей Завражин. Здравствуйте, Сергей Владимирович! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, уважаемые эскитимцы! Ну и сегодня по традиции у нас есть несколько вопросов, и первый из них, конечно, касается приближающегося праздника. Все ждут трехсотлетия. Как преобразится город к этой праздничной дате? Если говорить о том, как будет проходить сам праздник, то можно сказать о том, что проходить он будет не один день, как все последние годы празднования начнется с недели юбилейной, так называемой. Будет проведено очень много культурных мероприятий, это и выставки в музеях, и презентации книг, и много спортивных мероприятий, как городских, так и региональных, посвященных именно празднованию трехсотлетия города. Кроме этого, мы уже договорились о том, что к нам приедет большая делегация из нашего города Побратима Карамая, Китайской Народной Республики. Я приоткрою немного завесу. То есть помимо официальной делегации, помимо правительства, помимо детей, которые будут общаться со своими сверстниками, отдыхать в нашем лагере «Лесная сказка», приедет еще очень большая культурная делегация. То есть художники Карамая, художники с мировыми именами, они привезут выставку, посвященную городу Эскетиму. И кроме того, приедет очень представительная делегация карамайских артистов, которые будут как танцевать, так и исполнять народные песни, в том числе посвященные тоже городу Эскетиму. Это касается организационных мероприятий. То есть они целую программу придумали? Да, они придумали целую программу. Эта программа будет завязана с коллективами города Эскетима. На сегодняшний день управление культурой посредством интернета общается между собой и готовит для горожан сюрприз. Это то, что касается событий. А что изменится в самом Эскетиме? Что-то будет сделано? Задача была в конце прошлого года, когда я у вас был в последний раз, попасть как можно большее количество программ для того, чтобы привлечь средства в различные отрасли городские. И эта задача нам удалась. Я считаю, что мы очень хорошо поработали. На сегодняшний день в городе реализуются такие программы, как безопасные качественные дороги, так называемое БКД. Городу по этой программе выделено 75 миллионов рублей, то есть три участка дороги, на которых отмечалась наибольшая концентрация дорожно-транспортных происшествий. Они в этом году будут приведены в соответствие с ГОСТами. Это обустройство тротуаров, ограждений, пластиковая разметка, установка камер фото-видео фиксации, чего у нас до этого в городе вообще никогда не было. Все это будет способствовать тому, что будет совершаться меньше ДТП, но и водителей, наших будет автолюбителей, это будет как-то самоорганизовывать, чтобы они правила дорожного движения лишний раз не нарушали. На сегодняшний день определены три участка, как я уже сказал, это улица Советская, от улицы Кирова до улицы Школьная, второй участок по Советской это Лиза Чайкина до улицы Комсомольская, третий участок это Южный микрорайон от остановки Газовая до здания МРЭО ГИБДД. — На Комсомольской мы все видим, что там идет работа, на глазах преображается дорога, а вот по Советской иная ситуация, получается, что там дорогу разрыли, оградили, движение ограничили, а действий-то никаких не происходит. Почему там подрядчик не работает? — Если говорить об участке дороги по Комсомольской, то он был отторгован еще в прошлом году, в прошлом году был определен подрядчик, у него было время для маневра, для того, чтобы всю документацию оформить, для того, чтобы закупить материалы, для того, чтобы кого-то из организаций привлечь на СУ подряд, потому что работы очень много. И когда организации выигрывают этот конкурс, они всегда все своими силами могут сделать. Поэтому, безусловно, здесь по улице Комсомольской работы такими темпами идут. Задача поставлена, в любом случае, работы закончить до 29 сентября, и эта задача будет выполнена. Помимо вот таких больших работ, если мы говорим о ремонте автомобильных дорог, также будет отторгован полное асфальтирование улицы Пушкина, это от улицы Лизы Чайкина и завода Теплоприбор до улицы Юбилейной Магеллана. Там подрядчик должен выйти на работу 15 июля этого года, если мне память не изменяет, и в течение двух до с половиной месяцев также работу закончить. Я подрядчиков не буду называть, это, может быть, никому не интересно, но можно сказать, что по пяти глобальным участкам у нас выиграли три подрядчика. Поэтому у некоторых подрядчиков два участка работы. Если говорить, допустим, улица Комсомольская и улица Советская, где вы сказали, как раз начались работы, и немножко они приостановились, то это как раз один подрядчик. Ну, видимо, просто пока не хватает сил, и я думаю, что сейчас Комсомольскую они закончат и прям очень сильно на Советскую накинутся. Очень много информации в этом году было о реконструкции парка имени Каратеева. Что нового существенного в нем появится и когда, в общем-то, начнутся вот эти все ремонтные работы? Здесь идет вообще реализация по четырем направлениям. Если говорить о конкретных мероприятиях, то у нас из фонда депутата Григорьева уже выделено более полумиллиона рублей. Эти средства пошли на приобретение и установку мини-рампы. Если вы были у нас в парке культуры отдыха на День молодежи, то могли видеть, что она установлена. Конечно, выступления ребят профессиональных на ней состоялись. Я вот очень часто в парке бываю вечерами и смотрю, что для нашей молодежи она тоже интересна и актуальна. То есть ребята уже на скейтах, на велосипедах на эту рампу заезжают. Она безопасна? Ну, конечно, безопасность, я понимаю, должна быть. То есть для того, чтобы заниматься вот этими экстремальными видами спорта, необходимы и на рукавники, и на коленники, и, я думаю, что и шлемы необходимы. Поэтому родителям, конечно, об этом надо задумываться. Она в целом, конечно, безопасна. Ее нам поставили, это специализированная организация, установили и так далее. То есть она, конечно, безопасна. Вот, кроме того, из депутатского фонда была приобретена звуковая аппаратура именно для парка культуры отдыха Мини-Каратееве. Там затраты ставили порядка 280 тысяч рублей. То есть на сегодняшний день нет необходимости нам из других учреждений культуры туда-сюда эту аппаратуру возить. То, что касается денег городского бюджета, деньги будут направлены на ремонт арки основного входа центрального и на ремонт забора по улице Пушкина. Его будут менять или это будет просто... Его будут реставрировать, то есть его оштукатурят, зашпаклюют, потом побелят, где необходимо выровнять металлические наши ограждения и также их покрасить. То есть полностью, конечно, забор никто не поменяет, это значительные затраты. Кроме этого, если мы будем говорить, значит, у нас будет установлен, наконец, туалет в парке. То есть долго мы искали инвесторов, спонсоров, потом уже видим, что дело это никак не движется, а люди жалуются. Поэтому за счет бюджета будет установлен туалет. То есть на сегодняшний день тоже практически все вопросы здесь решены. Городские средства также будут еще направлены на обновление зеленого хозяйства. Ну а если говорить о таких больших капитальных вложениях, то это по комфортной городской среде и по паркам малых городов, то будет установлено ограждение парка по улице Советской. Оно таким же будет, как со стороны улицы Пушкина? Ну, я думаю, что да. Оно будет таким же, как со стороны улицы Пушкина, как со стороны улицы Каратеева. Будет освещение восстановлено полностью в первую очередь. Я думаю, на аллее фонтанов будет освещение восстановлено. Будут установлены малые формы, это новые лавочки дополнительные, это будут установлены урны. И есть мысль восстановить полностью асфальтированную дорожку, которая идет по внутреннему периметру парка. Были привлечены студенты, которые разрабатывали дизайн новых каких-то элементов дизайна внутри парка. И они даже защищались в нашей администрации, показывали эти проекты. Будет ли что-то использовано из этих идей? На сегодняшний день, если вы следите за информацией на нашем сайте, мы объявили как раз голосование, какой из парков города следует привести в первую очередь в порядок. Если горожане наши выскажутся за то, что нужно продолжать благоустроить парк имени Каратеева, я не исключаю вполне возможность того, что вот эти идеи ребят, которые такие нетривиальные, а что-то новое, они будут реализованы. Если там не на 100%, но частично. Ну а горожан призываю, пользуясь случаем, голосовать, выбирать парк. Я знаю, что сегодня у нас два парка лидирует, парк Южного, парк Юбилейный, сквер Юбилейный. Поэтому вот если какой-то из парков победит, значит в следующем году мы средства будем вкладывать именно в ту территорию, которую скажут жители. А вообще будет разработана программа до 2022 года. В этом году также у нас в Скитиме стартовала программа «Комфортная городская среда», в рамках которой скитимцы активно подключились к тому, чтобы как-то благоустроить свои придомовые территории. Но вот слышала о том, что якобы те средства, которые изначально планировались на дом, их уже урезают. Средства, которые нам обещали, их все нам отдали, их никто не урежет. На сегодняшний день объявлены аукционы, лоты на аукционы все сформированы. И если мне память не изменяет, то аукционы должны состояться в первой декаде июля. Во второй декаде мы подпишем контракты с подрядчиками. И срок исполнения этой программы до 11 сентября текущего года. Слышала, что еще в Скитиме может прийти такая программа, как «Безопасная среда» или «Безопасный город». Это говорили в службе гражданского защитного населения. Что это за программа, на что она рассчитана? Когда примерно она планируется, если это так? По программе «Безопасный город» мы попали в пилотный проект. Программа предусматривает объединение всех аварийных и оперативных служб в единое целое. На базе нашего ЕДДС он и сейчас создан, но будет расширен этот центр. Все, что происходит на территории города Чрезвычайного, должно немедленно поступать в соответствующую службу, анализироваться и приниматься меры для устранения этих последствий. На сегодняшний день на уровне региональном разрабатывается техническая документация по реализации этой программы. Я думаю, что не раньше, чем через пару лет какие-то конкретные дела и какие-то конкретные мероприятия будут выполняться. То есть про программу не забыли. Она идет. Она также предусмотрена, по-моему, к реализации до 2021 года включительно. Также на прошлой нашей программе мы с вами разговаривали о том, что в наш городской парк планирует зайти инвестор с новыми аттракционами. Вот как удалось ли эту идею как-то продвинуть, потому что все-таки лето уже в разгаре, да? Может быть, уже этим летом появится какой-то новый аттракцион? Ну, с инвестором мы переговоры вели. Вели переговоры наше управление культуры города Эскетима. Здесь, к сожалению, должен сказать, что понимания мы не нашли. Как по месту расположения аттракционов, ну, так, видимо, и по каким-то финансовым вопросам. Как до меня давили информацию, что вот именно по месту расположения вот этих аттракционов не удалось договориться. То есть предлагалось разместить, как мы понимали, вот эти аттракционы именно в развлекательной зоне, но вот хозяина это не устроило. Он хотел, видимо, какое-то другое центральное место, которое предусмотрено вот уже теперь этим дизайн-проектом для других целей. Поэтому пока в этом году, я думаю, аттракционов у нас новой не появится. Сегодня у нас в Эскетиме существует только один пляж, который официально разрешен купанию. Но вроде бы как речь шла о том, что еще планируют открыть и пляж в индустриальном микрорайоне. Так все-таки будут его открывать или не будут? Ну, про пляж в индустриальном микрорайоне в этом году он открываться точно не будет. Так все-таки речь идет о том, что он будет открываться? Ну, здесь все опять же будет упираться в наличие финансовых средств. На сегодняшний день средств в городе хватает только для того, чтобы открыть пляж в центральном микрорайоне. Во-первых, там есть спасательный пост. Во-вторых, необходимо проведение водолазных работ по обследованию очистки дна, благоустройства, кабинки, лавочки, наличие источников воды, мусора и так далее. Вы, наверное, видели, что для бюджета это все, конечно, очень затратно. И в первую очередь это содержание спасательного поста. Это зарплата спасателей матросов, которые чуть ли не круглосуточно там должны находиться. В индустриальном микрорайоне для того, чтобы открыть пляж, необходимо, во-первых, что-то решать с дном, решать вообще с рельефом этого пляжа. То есть надо определенные капитальные вложения вложить. Кроме того, опять же, необходимо организовывать какой-то спасательный пост. А это вообще реально что-то сделать там с дном? Там же сама река так расположена, что завихрения вот эти водные всякие происходят. Ну, поэтому, вот я и говорю, что завихрения происходят, поэтому мы особо эту территорию и не рассматриваем. Либо необходимо нанимать, опять же, какие-то организации, которые будут это расширять дно и все остальное делать. И берег срезать и так далее. То есть там очень большие капитальные затраты. Была идея несколько лет назад, вы, наверное, видели из Китимса, тоже видели, что мы отдавали пляжи частным инвесторам. Ну, к сожалению, у нас это не получило распространение. То есть 2-3 года поработали предприниматели и отказались. Ну, просто потому, что не было тех доходов, на которые они рассчитывали. То есть вложено было очень много в тот же центральный пляж. Потом у инвестора была мысль после центрального пляжа еще и индустриальный захватить. Ну, видимо, лето короткое у нас. Видимо, люди еще не совсем к такому отдыху привыкли. Гораздо же легче, чем платить деньги за чистый пляж. Просто прийти, да, принести там с собой какие-то напитки, продукты и ни за что не платить. Просто отдыхать бесплатно. А инвестор же деньги вложил, ему как-то нужно же вот эти средства тоже возвращать и приумножать. Ну, пока с предпринимателями тоже не получилось. А вот пляж за танком известный. Вот эта зона вроде как она тоже пыталась там что-то благоустроить ее. Ну, в прошлом году, в конце прошлого года у нас нашлось два инвестора, которые обратились к нам для того, чтобы реализовать проекты и организации рекреационных зон. И действительно, мы предоставили достаточно такие обширные земельные участки. Это на территории улицы Горького, когда она спускается к реке. Там выполняются определенные работы. И второе, это вложка, где у нас там затопленное... Озеро. Да, как его называют жители, затопленный карьер, затопленное озеро. Поэтому предпринимателями этими представлены проекты. Они рассчитаны также не на один год, потому что достаточно большие финансовые затраты. Ну, оба проекта реализуются. На сегодняшний день предприниматели от своих недей не отказались. Работы там идут. Поэтому будем надеяться, что вот эти места как раз и, может быть, даже на следующий год будут обустроены для таких, назовем их, цивилизованных пляжей. В редакцию наш программ поступило несколько вопросов от жителей. Первый из них касается работы теплосетей. Почему специалисты теплосетей срывают сроки подачи горячей воды? В этом году была внештатная ситуация или такое теперь будет повторяться у нас всегда? В этом году, если говорить о ситуации, которая в этом году случилась, то когда после ремонта начали опрессовывать теплотрассу, она просто не выдержала. Это мы говорим о теплотрассе, которая находится в районе дома по улице Томска-1. Там постоянно перекопано все. Жители бесконечно жаловались, сколько уже можно. Мы благоустройство ничего не можем сделать, только порядок во дворе наведем. Пришли теплосети, все раскопали. Поэтому было принято решение, участок этой трубы длиной 120 метров, это достаточно серьезный объект, диаметр 400, и ее заменить. Конечно, это повлекло за собой продолжение работы на две недели. Но мы надеемся, что эти меры как раз в дальнейшем будут оценены населением, приведут к тому, что, во-первых, меньше аварий будет, ну и, соответственно, отключений. Также мы теплотрассу поменяли, видели на улице Пушкина-Каратеева. То есть сейчас улицу Пушкина будем ремонтировать, но было бы, наверное, тоже глупо, если бы мы сначала заасфальтировали, а потом через 2-3 месяца все это раскопали. Поэтому, ну, понятно, жителям призываю потерпеть, все это делается не для того, что кто-то бездельничает или как-то специально население в воду не дает экономию. Не хочет работать. Да, все это делается для того, чтобы в последующем избежать аварийных ситуаций. Еще один вопрос касается людей без определенного места жительства, которые находятся в центре Искитима. Сидя в центре Искитима, по сути, это нарушение общественного порядка, они оставляют тряпки после себя, распивают спиртное, иногда дерутся. Неужели на них нет никакого права? Ну, вот эта проблема, она есть. Я здесь могу что сказать? То, что касается работы сотрудников правоохранительных органов, то по большому счету, вот эти люди, которые просто сидят на улице, на земле, да, они общественный порядок не нарушают. То есть противоправных действий не совершают, не совершают преступлений нет. Поэтому, кроме разговоров, сотрудники милиции, конечно, к ним никаких мер принудительных применить не могут. Люди эти, они составляют определенную категорию, то есть это люди асоциальные, у них нормы, те, которые приняты в нормальном обществе, для них совершенно не существуют. Наши асоциальные работники их все знают. Те вещи, те предложения, которые мы им делаем, они их абсолютно не интересуют. То есть мы им предлагаем устроить в какие-то дома-интернаты, да. В том же доме-интернате, там есть, должен быть порядок, да, там режим дня, обед, завтрак, обед, ужин, там, да, свои правила. А эти люди, они правил, как правило, ну, правила вообще не воспринимают. Их основная цель и задача, это где-то выпросить денег, купить на эти деньги, как правило, себе алкоголь, распить его и по новой все. И все у них по новой, вся жизнь вот так у них крутится. А как, по-вашему, можно вот избавиться от этого явления? Ну, я считаю, что здесь необходимо, конечно, нам на законодательном уровне принимать законы вот к таким людям. Мы же здесь речь ведем не только вот о этой бабушке, которая там сидит в центре эскетима и так себя ведет, да. У нас огромная куча жалоб на соседей, которые себя ведут неадекватно. Либо пьют, да, либо там наркоманят, либо несут мусор в квартиры, который терроризирует все подъезды. А реагирование властей к чему склоняется? К алкоголикам и к дебоширам, которые шумят, ну, это привлечение к статье административной, которые, как правило, они не платят. У них деньги тоже только на одно тратятся, на алкоголь. Поэтому я считаю, что здесь необходимо принимать более жесткие меры на федеральном уровне, вплоть до помещения таких людей принудительно, в центры лечебные и так далее, и тому подобное. Потому что если мы будем просто вот этими уговорами какими-то и вещами действовать, это проблему не решит. А к горожанам хочу обратиться с тем, чтобы людям этим просто не подавали. У них есть свое жилье. Поэтому все эти деньги, которые вы им подаете, так скажем, из милосердия, тут же пропиваются, и тут же эта ситуация повторяется. Я думаю, что если им не на что будет пить, значит, они уйдут с улиц. А на сегодняшний день им подали, они выпили, и им опять хорошо. Опять сидят, им опять подали, и им опять хорошо. Вы дачник, Сергей Владимирович? Я не дачник, я живу сейчас в своем доме, поэтому я круглый год дачник, если так можно назвать. Вот следующий вопрос от дачников. На даче Обского залива ходит сейчас автобус, пазик, в который люди вообще не вмещаются. И гармошка, к которой все уже привыкли, которая, в общем-то, всех устраивала, говорят, сломалась. И сломалась надолго. Вот два вопроса. Почему в городе все больше пазиков? И можно ли вот этот вопрос с гармошкой как-то решить? Гармошка будет отремонтирована. Безусловно, мы знаем, что по маршруту 6А ездит большое количество у нас в дачниках. Получилось так, что она сломалась. Заменить ее автобусом аналогичного класса не предоставляется возможности. У нас его просто нет. То, что касается приобретения пазиков взамен автобусов более большого класса, ну, это, опять же, финансовые наши проблемы. То есть, если автобус большого класса стоит порядка 7,5-8 миллионов рублей, для бюджета это очень накладно, то пазик тот же удлиненный стоит от 2 миллионов рублей. Поэтому для того, чтобы закрывать город каким-то образом, мы вынуждены на сегодняшний день приобретать именно автобусы марки ПАС. Потому что для нас это более финансово приемлемо. Ну, а что хочу сказать. На сегодняшний день мы обратились в Министерство транспорта с инициативой помочь нам в приобретении автобусов хотя бы по софинансированию 50 на 50 процентов. Вот, я думаю, что нас услышали. И, кроме того, уже вместе с Минтрансом областным и вместе с Агентством инвестиционного развития мы на сегодняшний день ищем инвестора для того, чтобы средства вкладывались в ПАТП. То есть, мы на сегодняшний день готовы уже к диалогу, чтобы в ПАТП зашел действительно частный инвестор. То есть, чтобы не терять долю муниципального и муниципального управления, но для того, чтобы часть не просто отдать, как наши инвесторы все говорят, отдайте нам самые прибыльные маршруты и все. А там все, что не гоже, там сами обеспечивайте. И речь не об этом идет. Речь идет о том, чтобы инвестор зашел частью бизнеса своего, но осуществлял всю полностью деятельность. Все-таки я всегда говорю, когда человек вкладывает свои деньги, он уже по-другому ко всему этому относится. А интересно ли будет частному инвестору перевозить льготников? Да я думаю, что интересно. Для того, чтобы новая жизнь в предприятии сейчас вдохнуть в него новую жизнь. Ведь ежедневно у предприятия есть живые деньги. Другое дело, что на сегодняшний день база настолько изношена, что и не облавлялась долгие годы, что сами мы эту проблему не решим. Тарифы, вы знаете, третий год не повышаются на перевозке. Сегодня при тарифе 19 рублей себестоимость перевозки одного пассажира 25 рублей. Для того, чтобы сейчас зарабатывать деньги и прийти к 19, нужно как минимум наполовину состав подвижной заменить. Как минимум необходимо, чтобы эти автобусы были на газомоторном топливе, а не на дизельном, потому что газ дешевле пропан-бутан. Если бы такие возможности были у муниципалитета, то, конечно, проблема была решена. Но на сегодняшний день вложить порядка 70-100 миллионов рублей муниципалитет просто не может. Поэтому мы ищем инвестора. Я думаю, что мы его найдем. И при помощи агентства инвестиционного развития постараемся эту проблему решить. Дальше просто терпеть невозможно. Дальше будет все хуже и хуже. — Сергей Владимирович, вы начали проводить встречи с населением в микрорайонах города. Уже прошло несколько таких встреч. Понятно, что у людей появилась возможность рассказать о своем анаболевшем. А нового что-то для вас в этих встречах появляется? — Да, встречи с жителями города мы проводим. Провели четыре встречи с начала года по самым густонаселенным микрорайонам нашего города. Безусловно, этот формат общения очень полезен. Вообще администрация работает. Она действительно работает. Нам зачастую кажется, что мы все проблемы знаем. Все видим и знаем, как их решить. Но при встречах с населением возникают совершенно другие проблемы. Бывают люди подсказывают наоборот выходы из этих проблем. Такие неординарные, что даже власть о них и не знала. Поэтому, конечно, очень много вопросов общегородских. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, та же изношенность сетей, те же тарифы на ЖКХ. Тоже благоустройство территорий, снос аварийных тополей, деревьев и так далее. И всего другого. Поэтому встречи будут продолжены, я считаю. И сейчас, как вы сказали, все на дачах. А с сентября, октябрь, ноябрь мы оставшуюся часть города охватим. В следующем году по новой начнем. Уже будем перед ними отчитываться, как эти наболевшие вопросы, которые они перед нами ставили, нам удалось решить. Поэтому дети, работа и встречи будут продолжаться. Мы с вами встречаемся в этой студии один раз в три месяца. Соответственно, хотелось бы узнать, какие главные задачи на ближайшие три месяца ставите вы перед собой, перед своей командой. Первая задача достойно встретить день города все-таки. Как его необходимо встретить? Третий квартал — это июль, август, сентябрь. Это самые такие месяцы трудоспособные для власти, для бизнеса. Безусловно, хотелось бы, чтобы до 1 октября мы все программы, которые на сегодняшний день мы на территории города реализуем, мы закончили в тех объемах, которые планировали в этом году. Это и ремонт дорог, это и благоустройство территорий, это и обновление парка культуры и отдыха. Плюс у нас реализуется очень еще большая программа. Мы сегодня о ней не говорили. Это переселение из ветхих аварийных домов. Мы в этом году 4 дома переселяем. То есть областное правительство тоже пошло нам навстречу. И выделено нам на сегодняшний день порядка, ну вместе с городским бюджетом, порядка 87 миллионов рублей. Это под Новый год новоселье традиционно состоится? Это под Новый год будет традиционно новоселье. Будем стараться пораньше сделать, но срок переселения установлен до 15 декабря 2017 года. То есть жители 4 ветхих аварийных домов и домов получат новое жилье. На сегодняшний день также мы уже практически определились с теми подрядчиками, кто строит дома и куда будут переселяться люди. Поэтому главная задача на третий квартал, день города и окончание всех работ по всем программам по федеральным, чтобы жители к осени увидели действительно реальный результат нашей работы. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо всем. Уважаемые телезрители, у нас в гостях был глава города Эскитима Сергей Завражин. Всего вам доброго и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова